И сегодня у нас на календаре 19 мая и киевское время 19 часов. Ну что ж, ракета Бесия продолжается, но мы отвечаем не дождетесь. Итак, в очередной раз Российская Федерация нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Ну, это уже мы считаем массированными ударами, потому что на большее количество ракет они уже не способны. Или на большее количество воздушных целей, которые они на нас направляют, они уже не способны. В эту ночь российские оккупанты атаковали Украину с севера и с юго-восточного, северного и юго-восточного направлений. Атака была осуществлена ударными дронами типа «Шахет», которые Иран продолжает поставлять Российской Федерации, а также крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей в Черном море. Зафиксированы 22 пуска «Шахетов» и 6 пусков «Калибров». В течение этой ночи силами и средствами нашей противовоздушной обороны были уничтожены 3 крылатые ракеты и 16 ударных дронов типа «Шахет». Вообще за сутки противник нанес 39 ракетных ударов, 39 авиационных ударов и 50 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Вероятность новых авиационных ракетных ударов по всей Украине остается довольно высокой. Ну, я смелюсь предположить, что вот эта ракета «Бесия» будет продолжаться примерно, наверное, до начала нашего контрнаступления. Потому что потом у Генерального штаба Российской Федерации будут совсем другие задачи и им будет некогда этим заниматься. Хотя, может быть, и продолжатся эти ракетные удары до полного истощения ракетных запасов. Почему так говорю? Потому что знаем мы все, что ракет довольно мало. Сколько они производят, мы сегодня об этом поговорим. И каких ракет в месяц. Так что запас пополняется очень медленно. Но, тем не менее, есть информация, что на вот таких ракетных обстрелах, еженошных обстрелах настаивает лично Путин. Генеральный штаб рекомендует Путину попридержать ракеты, но Путин, говорят, что настаивает категорически. Что надо обстреливать, пока мы... Он считает, что это нас должно сподвигнуть к прекращению огня на линии фронта. Глубоко ошибается. Далее. Про вероятность я сказал. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на направлениях Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За прошедшие сутки на указанных участках фронта было проведено более 29 боевых столкновений. Мы отбили более 29 атак. Самые ожесточенные бои остаются за Бахмут и Марьинку. По оперативным направлениям. В Волынское и Полесское направления никаких существенных изменений. Формирование ударных группировок противника не наблюдается. Северское и Слобожанское направления. Здесь в течение дня противник производил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по окрестностям населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Купенское и Лиманское направления. Здесь идут локальные бои вдоль всей линии фронта. Враг пытается улучшить свое тактическое положение в районе Северского Донца. Но безуспешно. Мы отбиваем все атаки. Противник несет потери и откатывается на исходные позиции. Бахмут. Ну вот здесь самая напряженная обстановка. Она сохраняется. И тут можно констатировать, что в городе враг продолжает наступательные действия. Продолжает вытеснять силы обороны за его пределы. Там особенно на северо-западе Бахмута идут очень ожесточенные бои в самом городе. Но и также идут бои на юго-западном окраине Бахмута. И здесь вооруженные силы Украины имеют успех. И пытаются его развивать. Это то, о чем говорили, вы видели и слышали в видео, выложенном 3-й штурмовой бригадой. Также бои переместились в южную часть урочища Ступки. Урочища Ступки практически полностью на данный момент уже находится под нашим контролем. И если верить карте того же Дипстейта, то до Клещиевки. В принципе, Клещиевку видно уже в бинокле. Мы продолжаем развивать успех. Российские войска отступают. Там воюют в основном регулярные части. Несмотря на прибывшие резервы. Но остановить отступление российских войск российскому командованию не удается. У населенных пунктов Сака и Ванцетти силы обороны тоже имеют частичный успех. И продолжают его развивать. Авдеевское направление. Здесь было сразу две попытки. За сутки дважды российские оккупанты пытались атаковать Первомайское с юга. Успехов не имели. И потеряли довольно значительную часть своих штурмовиков. Причем в основном убитыми. Потому что наши силы обороны довольно успешно отразили эти обе попытки. Откатились на исходные позиции. И больше попыток атаковать наши позиции не предпринимали. Дальше все свелось к артиллерийским дуэлям. И позиционным боям. Марьянка. Здесь войска сил обороны отбили многочисленные атаки противника в окрестностях Марьянки. А также атаку в сторону Новомихайловки. Тоже была попытка со стороны российских оккупантов продвинуться в сторону Михайловку. Успеха противник не имел. Понес потери. Откатился на исходное положение. В то же время враг продолжает разрушение населенных пунктов вдоль всей линии фронта. Обстреливая их из артиллерии. То есть они наносят артиллерийские удары с целью разрушения строений в населенных пунктах. То есть они превращают любой населенный пункт фактически в каменную пустыню. Шахтерское направление. Здесь никаких наступательных операций никто не проводил. Здесь позиционные бои в течение всех прошедших суток. Артиллерийские дуэли. Единственное, что противник применил авиацию, нанес авиационные удары. Захватчики. Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник продолжает находиться в обороне. Наносит авиационные удары, к сожалению, на Херсонском и Запорожском направлениях. По нашим населенным пунктам. Также обстреливает из артиллерии. Но мы ведем контрбатарейную борьбу, чтобы максимально ослабить воздействие российских оккупационных войск. На нашу территорию и на наших людей. Надо отметить, что на Запорожском направлении противник начал сооружать не только инженерные... Точнее, наращивание в инженерном отношении линии обороны. Уже дошло до создания водных преград. Они, скорее всего, используют воду из-за растительного канала. И пытаются создать водные преграды в районе Мелитополя. Вот так они готовятся к нашему контрнаступлению. Но посмотрим. Как и когда оно будет, знает только Генеральный штаб. Ну, как оно будет выглядеть, это покажет бой. Что касается оккупированных территорий. Здесь мы наблюдаем продолжающуюся тенденцию переоборудования медицинских учреждений в военные госпиталя. Кстати, Луганск всегда считался таким тыловым городом у российских оккупантов. А теперь, судя по тому, что там практически каждый день или через день приходит Бавовна, уничтожаются военные объекты, склады с боеприпасами, с техникой, казармы с личным составом. Возникла необходимость и тут же гражданские медучреждения, в частности железнодорожный госпиталь в Луганске, уже переоборудован в военный госпиталь. И ввиду больших санитарных потерь среди российских оккупантов, вот этот железнодорожный госпиталь был переделан в военный и уже заполнен военными российских оккупационных войск. А также наемниками из так называемых незаконного вооруженного формирования, которое называется Вагнер. Вооруженные силы Украины, точнее воздушные силы Украины за сутки, прошедшие сутки нанесли 7 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Также ракетные войска и артиллерия поразили один район сосредоточения техники и вооружения противника, один склад боеприпасов, три артиллерийские подразделения на огневых позициях, одну систему противовоздушной обороны противника, семь станций радиоэлектронной борьбы и одну радиолокационную станцию. Силы обороны Украины нанесли противнику за сутки следующий урон. В личном составе противник понес потери 660 человек, в технике танков 4 единицы, в боевых бронированных машин 4 единицы, артиллерийских систем 12 единиц, реактивных систем залпового огня 1 единица, средства ПВО 1 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня. Это не считая шахедов 10, крылатые ракеты 21, автомобильные техники и автоцистерн 10 единиц, специальная техника 1 единица. Вот такие потери были нанесены противнику. Ситуация в Черном море выглядит следующим образом. На боевом дежурстве находятся несколько кораблей и один носитель, подводная лодка, носитель ракет-калибр. Общий залп ее может составить до 4 ракет. Вот такие военные новости, точнее военная обстановка сложилась за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Продолжение следует...